Привет, друзья! Поговорим о мечтах и планах. Мечта превращается в план, когда к хочу добавляется нужно, можно и нельзя. Из этих глаголов появляются конкретные сроки и названия, а потом мы садимся в самолет и перелетаем Атлантику. Мои личные нужно, можно и нельзя, которыми я с радостью с вами делюсь. Во-первых, поступление за рубеж требует времени, сил и денег. Это долгосрочная инвестиция в будущее и будьте готовы вложиться на начальном этапе. Во-вторых, поступать нужно во многие вузы и пробовать, пока не поступите или пока не поступите в другое место. Ни одна большая американская карьера не начиналась с первого раза. В-третьих, сроки поступления и обучения в США отличаются от российских вузов, поэтому следите за дедлайнами. В-четвертых, нужно быть готовыми к тому, что на туры придется ехать в Штаты. Ситуация изменилась в пользу онлайн-форматов после пандемии, но далеко не везде. Поэтому, если не готовы лететь за океан, выбирайте только те университеты, в которых онлайн-прослушивание проводится. В-пятых, поступление – это главный, но не единственный этап. Процесс не заканчивается с получением письма о приеме. Очень многое предстоит сделать после этого. Расслабляться нельзя. В-шестых, нельзя поступать в непонятные вузы, которые не котируются в стране только потому, что за зачисление туда можно заплатить деньги. В топовых университетах это невозможно, и они никогда этим заниматься не будут. Топовые университеты платят вам. И знаете что? Вы этого достойны. И в последних, язык прежде всего. Я знаю, это неприятно, но вас всегда и везде будут встречать потому, как вы говорите по-английски, а не по мере вашего ума и таланта. Без результатов экзамена, который называется TOEFL, ни один вуз даже не примет ваши документы. Академическая среда требует академического английского. Мечтайте, друзья!